Участвовать могут все от домохозяек до министров. Сегодня объявлен четвертый по счету республиканский конкурс энергосберегающих и экоохранных идей эргономика будущего. Организаторы конкурса готовы рассмотреть любые проекты, включая те, которые сегодня нельзя реализовать практически. Здесь как на лодке веслами гребешь, скорость как у велосипеда, на спуске вообще скорость там, потому что обтекаемая посадка более удобная и низкая скоростная. Сил больше нужно, что задать? Ну вот физически, да, но зато это как тренажер для здоровья гораздо полезнее, чем велосипед. 45-летний Сергей Жуков просто генератор идей. На личную жизнь у него времени не остается. Нет сферы науки, где бы он не мог применить свои изобретения, начиная от ледяных скульптур и заканчивая космическими технологиями. Он участвовал уже в двух конкурсах, представлял по 12 проектов и в прошлый раз стал победителем с идеей солнечного опреснительного генератора. Нужно быть и профессионалом в какой-то области, но нужно быть и таким шутником. То есть тогда появляются новые идеи, выстреливаются. Пытаться скрестить какие-то совершенно невероятные вещи, допустим, на первый взгляд они кажутся нереальными, а потом думаешь, что вот, а если они скрещиваются еще с одной вещью, то вообще все не так получается. В Караганде прошли уже три подобных республиканских конкурса. С каждым разом участников становится все больше. Принимаются идеи, связанные с энергосбережением и экологией. Организаторы подчеркивают, что принимают абсолютно любые проекты. Практический смысл дать возможность реализовать идеи, заявить о своих идеях максимально большому количеству людей талантливых. Идей много, интересных людей много, но возможность донести до широкой аудитории, заинтересовать свои идеи общества и организации, на самом деле, возможности такие пока ограничены. Вот мы стараемся эту брешь пробить. Пока ни один проект не получил практического воплощения. Но это потому, считают организаторы, что даже на внедрение самых передовых изобретений обычно уходит от 10 до 20 лет. И труднее найти даже не деньги, а сферу применения для ноу-хау. Однако конкурс приобретает все большую популярность. В следующем году в нем уже пожелали участвовать студенты-изобретатели из Италии и нескольких городов России.